Моя лекция будет посвящена задаче «Усправедливый тележер». Так, задача хороша тем, что она объединяет в себе самые разные области. Там есть несколько уровней, на которых можно рассуждать об этой задаче. С одной стороны, чисто математическая, и встается вопрос, существует ли какой-то объект. И можно оказаться теоремой, что такой объект существует. С другой стороны, она алгоритмическая, то есть там ставится вопрос, а как этот объект получить? Нашу написать какую-нибудь программу, в которой будет что-то страшное у кого-то, и в итоге что-то хорошее получится. Я пока абстрактно говорю, а скоро будет все совсем конкретно. И третий уровень – это теоретика игровой. Что все участники этого самого тележа уже знают, как именно будет происходить тележ, по какому правилу, по какому алгоритму. Но от этого думают, а нельзя ли так как-нибудь жульничать, так жульничать, чтобы им досталось побольше. Вот на всех трех уровнях мы будем говорить попеременно. Ну, прежде всего, на алгоритмическом уровне, потому что это, на самом деле, самое понятное. Потому что математика там все-таки сложноватая, то есть там всякие теоремы о неподвижных точках, всякая вот такая топология. Я сегодня хочу об алгоритмах говорить, а об остальном так скользь. И, значит, самое главное – это правильно понять представку задачи. Значит, давайте, прежде чем формально ее описывать, поговорим на примере. Вот все знают, как, если есть шоколадка какая-нибудь, да, все знают, как ее поделить пополам, так, чтобы по-честному было. Да, вот два человека дельт шоколадку. Как нужно сделать? Один делит пополам, как ему кажется, пополам. А другой выбирает. И это, действительно, самый лучший алгоритм для двух человек. Но нужно еще сказать, почему он лучше. Потому что обычно считается, что шоколадка, она такая примерно равномерная. Вот. Мы просто не хотим там брать линейку и по миллиметрам измерять, где ее разделить, чтобы было подполам. Вот. И хочется полагаться на глазонер. И тогда вот эта процедура полагается на глазомер того, кто делит. Считает, что тот, кто делит, значит, он уж попытается форму поделить. Потому что если он яблони форму поделит, то другой возьмет ту, которую будешь. Вот. Это такое житейское понимание. Но бывает более сложное понимание, когда шоколадка неравномерная. Может быть так, что вот в этой части, да, в этой части есть орех, а в этой части есть изюм, вот, и еще там что-нибудь сложное. И тогда у разных делящих могут быть разные вкусы. Кто-то может считать, что у ореха лучше изюма. Кто-то другой считает, что у изюма лучше ореха. Кому-то совсем все равно, кому-то нужно только шоколад и какие-то добавки. И тогда уже не получится поделить вот с линейкой, да. Тогда уже никакая линейка не поможет, потому что есть индивидуальные вкусы, которые линейкой не измели. И, кроме того, тут когда-то возникает теоретика игровой вопрос, что кто-то нам любит орех, а может знать, что ему больше нравится изюм, если в результате ему ореха больше достанется. То есть нет вообще никакой амбексивной меры, а можно только спрашивать людей, что им больше нравится, а они могут отвечать честно, а могут пытаться отвечать нечестно, пытаться как-то жульче помухлевать так, чтобы им в итоге получилось лучше. Соответственно, правильная процедура не должна основываться на честности. Это, конечно, хорошо верить в честность, и всем нужно быть честными, но если процедура работает даже для нечестных участников, то тем лучше. Для честных она будет тем более работать. И тогда, на самом деле, вот эта процедура, она ограничена успешно. Значит, почему? Если первый участник честный, то он поделит так пополам, что, с его точки зрения, эти части равноценны. Вот, если он больше любит ореха, то он поделит вот так. Если ему орех гораздо больше нравится, чем изюм, то он поделит вот так. Орех плюс вот столько шоколада, будет то же самое, что изюм плюс вот столько шоколада. Ну, а тогда второй, например, если любит ореха еще больше, то тогда он возьмет первую половину, тем не менее. А если он орех не любит, то любит изюм, или любит одинаково, то он возьмет правую половину. И в этом ситуации, сказал бы, все равно, да, все равно, если вы делите 100% пополам, то хотя бы одна половина будет 10%. Да, что уж так или иначе, либо, как бы ни поделил первый, все равно, для второго, либо слева будет хотя бы половина, либо сразу хотя бы половина. Согласны, да? Вот. А теперь представьте, представьте, что первый знает, что второй очень сильно любит изюм. И хочет этим воспользоваться в свою пользу. Это что-то не любит шоколадный. Нет, он не будет видать, как он проведет линию. А он ее сдвигает вот сюда. Да, то есть для него, то есть, например, для первого раздела вот здесь вот, а для второго раздела вот здесь вот. Да, то есть для первого слева и справа от прямой линии одинаково, а для второго слева и справа от пунктирной линии одинаково. И если первый знает, что для второго вот так вот, то он свою линию предвинет куда-то вот сюда. Вот. С одной стороны, все равно все будет по-честному, да, то есть как бы ни действовал первый, все равно второй получит хотя бы половину. Меньше половины он никак получить не может, он какой-то одно из них, одно из двух выберет. Но с другой стороны, если первый делает по-честному, если первый делает по-честному, то он получает ровно половину. Так предусмотрено протоколом, да, то есть вообще первый и второй, это неравнозначно. Первый и второй не симметричны. То есть если первый действует по-честному, то он получает ровно половину, а если он действует нечестно и знает от прочтения другого, то он может получить больше половины. И в пределе первых трех раз меняется местами То есть в пределе он сдвинет линию прямо до сюда Чуть-чуть там маленькую крошечку оставить с этой стороны Чтобы все-таки второй возразил И в результате второй получит ровную половину, а первый получит больше Ну вот совсем от этого никуда не деться От таких эффектов Потому что, в принципе, когда первый не действует нечестно То он просто притворяется, что у него другие вкусы Да, у него же могут быть такие вкусы, что вот здесь упало Но он говорит, что у него такие вкусы Ну, вот от этого, в принципе, никуда не деться Но, тем не менее Как бы первый не действовал Ну, как бы не действовал первый Если второй выиграет то, что ему больше нравится Он, конечно, будет играть то, что ему больше нравится То тогда и первый, и второй Гарантированно получают хотя бы половину Первый гарантированно получает тебя половину, если ты делаешь раз и пополам Ну, а второй, соответственно, выброс большую из двух частей Кроме того, никто из них не будет завидовать другому То есть первый не будет завидовать, потому что Ну, раз он поделит пополам Если он поделит пополам То тогда и это ровно половина, и это ровно половина Соответственно, в любом случае Что бы ни выбрал второй Та часть предоставалась второму Ровно на сколько же цена На сколько часть это оставшаяся первым Поэтому первый не будет завидовать Ну, а второй просто выбирает самую большую И тоже не будет завидовать Спасибо 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 Спасибо